итак приветствую вас дорогие интернет-зрители с вами снова скудер канал ни слова об играх и мы продолжаем проходить need for speed hot pursuit 2 прошлой серии мы с вами начали режим преследования поняли что он жутко драйвовый прикольный копы там все дела рот блоки там ну в общем трэш творится полный вот но в этой серии мы снова с вами я так думаю крайне мере надеюсь что более спокойную серию проведем в режиме чемпионата вот хотя гонки там наверное станут уже посложнее так что давайте сразу правимся туда так тут у нас счет тоже пройдено 4 гонки да ну и будем короче идти как мы и шли по порядочку чемпионат турнир 1 тогда точно у нас же первый турнир намечался позапрошлой серии ну что же погнали посмотрим это ваш первый турнир в чемпионате в этом состязании вам предстоит сразиться с лучшими из лучших турнир состоит из четырех гонок вау за каждую из которых вы получаете очки в соответствии с занятым местом чтобы звать медаль вы должны занять место не ниже третьего финальной классификации на знаем это чё там это называется игра в долгу у нас чё за машины будут ого 8 соперников аж точнее 7 прикольно погнали так далее ой да неужели опять эти спидстеры блин ой богомерзкая эта хрень ладно давайте на спидстере тогда что ли на синенько погнали да музончик даже в менюшке играет такой прям драйвовый завоевайте медали в преследовании чемпионате чтобы заработать очки нфс понятно завоевывает так но опять больше всего спидстеров поехали так чё у нас за трасса новая какая-нибудь а тут наверно будет четыре трассы которые в которых мы уже участвовали так вали так мне сейчас будут блин копы мерещится всюду после нашей с вами прошлой серии какие они все таки копы очень такие прям суровые здесь впечатлили меня неожиданно достаточно даже в хай стейксе я тут немножко повспоминал там же вертолет даже есть так это игра как бы ну заражится гораздо старее и на первой сонки ну естественно я сравниваю ух ты ух ты прикольно видали лужи водичка так прикольно смотрится о да ладно это что такое здесь творится фигасе вулкан что ли рванул эй вот это слушать я и забыл про это ё-моё железо какой-то ржавая дорога блин это уже какой-то сайлент хилл получается немножко мы в сайлент хилл въехали ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой не видно было не видно так ладно делались легкой кровью прикольно нифига там место такое по ходу да там какой-то типа вулкан рванул или может быть что-то такое типа бензоколонки взорвалось да я поэтому вот я и люблю больше именно нефтфоспиды где где вот такие вот открытые как сказать раз это наоборот нифига не открытые да но вот такие по пересеченной местности что ты едешь тебе разные пейзажи показывают они однотипные блин города знаю очень круто по моему мы по ней ну да мы по ней еще не ездили хотя начало было такое что я подумал что старая трасса вот получается андеграунд он это феномен он меня хотя я вроде как как сказал не люблю вот это на праздник все но андеграунд конечно по части трасс достаточно однообразный но сам по себе андеграунд он был уж очень новый такой все там было в новинку поэтому концепция вот именно зацепила очень и там не было никакого открытого города там были чисто вот так же меню ты из меню выбираешь следующую гонку пусть и не надо было блин хрен пойми с какой целью ездить по открытому городу искать там новые гонки ну в общем блин я уже много раз об этом говорил что я это все в той считаю меня это вообще не нравится лишнее блин искусственная искусственное удлинение скажем так игры никому не нужно потому что в открытом городе все равно не хрен делать просто едешь ищешь новые соревнования где тебе проехать причем потом включаешь и опять у тебя те же самые закрытые трассы как это было в первом андеграунде хотя как бы в этот момент искусственно все равно ограничивают и как бы ничего открытого там нет хотя вот помню концепция именно миднайт клаб мне понравилось тогда я во второй играл у меня второй миднайт клаб был и там были открытые открытый город да там можно было по нему покататься там были задания не только гонки а там по чекпоинтам ездить не знаю там как то чуть более продумано было с этой точки зрения вот плюс там и гонки сами то есть когда ты гонялся с соперниками они более открытые были то есть там можно было разные маршруты прям выбрать главное чтоб ты по контрольным точкам проезжал в нужный момент они вот где то по городу там раскиданы а до этой контрольной точки ты мог ехать ну вообще как хочешь понятно что там надо было выбрать какой то оптимальный путь там вот где то там срезать где то наоборот мог затупить и закосячиться наоборот то что выбрал дорогу не ту слишком длинную ну в общем вот это прикольно тогда раз уж вы делаете блин открытый мир вы делаете тогда и гонки в нем открытыми более открытыми вот они как это там во втором андеграунд вот видно клап два именно там по моему потом еще третий выходил да в 3 я не играл хотя попробовать можно будет потому что его тоже хвалят так тем не менее а у нас уже все второй круг так хорошо хорошо победа достаточно легкая 610 два спидстера так ну кто у нас rj и террор ну так на всякий случай да запоминаем а у нас все равно в гонке непонятно кто да на них цвета машины ну спидстер и луксхолм цвет бы они еще тут отображали было бы хорошо так о можно даже после каждой гонки сохраняться в чемпионате прикольно так ага следующая гонка поехали да следующая гонка так ой тут вон как дают вообще разница в одно очко между всеми местами плотная борьба ладно погнали гонка 2 а и машину можно выбирать даже на каждую гонку отдельно да ладно вы чё давайте тогда какую другую возьмем так и быть так что нибудь давайте оранжевенький возьмем элайс которые они почему-то элис называют странно очки нфс для покупки машин и треков которые нравятся вам больше всего они ж тут вроде сами открываются покупать еще где-то о музончик а мы сейчас и сортанем с поула вообще нормально получается и эти машины все поменяли то есть тут надо по ником ориентироваться но в гонке блин ников не видно очень плохо так это у нас трасса была да да это клевый осенний пейзаж кстати как это ни странно но по моему сейчас сейчас еще проедемся но элайс по моему хуже поворачивать чем спидстер так по ощущениям немножечко как-то хотя по идее уж у элайса проблем с поворачиваемостью вообще не должно быть никаких это богомерзкая сумасшедшая машина но уж поворачивает она просто отлично оба чуть-чуть задел ну ё-моё и ткнулась ведрище блин так дом горелый вот не знаю дробочка что то было не поеду я в эту срезку стремная ай 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 обман очка хочешь подсрезать а там бортик Блин, ну саундтрек какой здесь клевый Вообще четкий Огонь Да ебан Еще раз повторюсь Посмотрите фильм скейтбордисты Там почти весь этот саундтрек Ну и сам фильм четкий Короче после режима преследования Обычный чемпионат пока по крайней мере Вообще кажется скучным Соперники пока никакие Просто едешь Укатываешь их Как катком просто Так, а мы по этой трассе В режим преследования В обратку Вообще я заметил в преследовании Все трассы те же Но они в обратку Так А вообще одна Один точнее круг Ничего себе Ну вычет ребят совсем Ну ладно Лидирование одного кругов Сохраняемся Следующая гонка Так, еще две Да осталось Вот 16 Ага Поехали Ничего по другому У нас не два очка Отрыв Отписали А три Террор там был Третий А тут второй приехал На ARJ Что-то Скатился куда-то Скотина Ну и хорошо Так, третья гонка Следующий трек Виноградники Круги 2 Посмотрим Полюбопытствуем Что там за виноградники Так, ну теперь Вупсхала берем Тогда давайте Давайте красную возьмем Тишневую такую Срезайте углы В крутых поворотах Чтобы проехать По кратчайшему пути Спасибо Вы там, блин По наставили Своих заборов По кратчайшему пути Там ехать Хач Погнали А чё это ARJ Все равно Третьим стартует Так, виноградники Это А это мы тоже В прошлой серии С вами тут С копами гоняли Да? И тоже Она была В обраточку Не знаю Пока что вот Пока такое Сложной Прям Борьбы Колесо в колесо Нету Я прям Балдею Как же Все-таки Шикарно Выглядит Под пресс И второй В принципе Даже без Особой скидки На время Он даже До сих пор Выглядит Очень даже Неплохо Ну правда Еще раз Поправочка На то Что я тут Несколько Патчей Модов Поставил На графику Так бы Наверное Не так Четко Выглядели Текстурки На На окружающей Среде Блин Ну Ехать По открытым Местностям Все равно Гораздо Круче Интересней Чем По городу Ну Это Мое Конечно Можете Попробовать С ним Не согласиться Так Вообще Огонь Немножко Антураж Походит На Трассу Celtic Ruins Из Четвертого Хай Из Четвертого Носом Не клюнули Ай Унесло Навнешечку Тек На Дамбу Шмык Вообще Я бы В свежих Не Фоспидах Например В виде Патчей Там Или Может Вообще Которые Там Когда-то Будут Выпускаться В следующем Я бы Прям С радостью Покатался По старым Трассам Правда Не может быть Не настолько Запоминающиеся Нитфоспидах Но Во-первых Потому что Нитфоспидах Это последний Лаг Ага Спасибо Мужик Потому что Нефоспидах Практически Каждый год Выходят И Каждый раз Новые трассы И сложно Достаточно Чтобы Какая-то Трасса Тебе Запомнилась Настолько Что ты Ее На года Запомнил Но Вот Из Моего Любимого Хайстейкса Все-таки Есть Там Много Трасс У меня Любимых И Тот же Опять-таки Киндиаг Парк С удовольствием По нему Проехался В современном Там Тураже Потом Рута Донф Шикарная Трасса Эта Которая С городком Там Небольшим Да Где Еще Это Колокола В церквушке Там Или Селтик Руинз Шикарная Трасса Потом Че Еще Оттуда Долфин Хофф Вот Их бы Переделали Правда Если они Будут Переделывать Надо Им Прям В рекламе Трайлеров Будет Ремарки На это Делать Прям Упор Что Вот Встречайте Там В новой Жажде Скорости Переделанные Под Современную Графику Там Современными Технологиями Старые Добрые Трассы Так Давно Полюбившиеся Там Игрокам Со Времен Хайстейкс А там Испоршен Лишь Можно Несколько Трасс Закинуть Там Тоже Были Прикольные Трассы Сход Присюту Отсюда Даже Тоже Красивые Бидон А уж В современной Графике Тут Вообще Все Будет Сверкать Я думаю Зашло Бы Прям Очень Это Примерно То же Самое Как Сейчас GT Спорт Ждут Старых Оригинальных Трасс Именно От Разработчиков Которые Блин Они почему-то Не хотят Упорно Туда Добавлять Ну На мой Взгляд Зря И Это Никак Бо Абсолютно Не испортило Игру А наоборот Ну Потому Что Это Уже Такие Прям Устоявшиеся Четко Ассоциируемые Именно С Гран-туризма Вещи Ладно Мы Поедем Сейчас На дамбу Поэтому Инновация Это Конечно Хорошо Но Какие-то Вещи Должны Быть Нерушимые Незыблемые Это Тоже Нормально Должна Же Быть Какая-то Преемственность Поколений Так Сказать Как же Теперь Делать Нарезочки Вот Например Как Изменилась Графика Там И На Примере Одной Трассы Просто И Одной Машины Начиная С Первого Гран-туризма И До Последнего Поэтому Надо Надо Добавлять Старые Добрые Трассы И В Need for Speed В том Числе Так Это У нас Третья Трасса Опять Без Всяких Проблем Выиграли Так Прогресс Хорошо Следующая И Последняя Так Вообще Какой-то Макс Приехал На втором Месте Ну Отлично Это Хорошо Что Они Борются Между Собой RJ Второй Макс На третьем Место Вырвался Террор Террор Четвертый Так Ну и Че Следующий Трек Прибрежный Парк Че Че Дальше Блин Четвертой Та машины Здесь Нету Другой Опять Speedster Брать Давайте Speedster Повторяться Свет Какой-нибудь Убогий Ему Возьмем Вот Такой Погнали Избегайте Дымящихся Бочек Сброшенных С вертолета Они могут Зарваться И отправить Вас В полет Вот так Вот То есть Здесь Будет Вертолет Я так Понимаю Что Это Именно Про Режим Hot Presuit Ага Вертолет Еще и Будет Бочки Кидать Зашибись Ох Блин Чувствую Там Весело Будет Очень Весело Так RJ Макс Вот Сейчас Нормально А Это Самая Первая Трасса Предвежный Парк Тысячелетний Этот Лес С Секвой Че Это Я не знаю Какой У них Там Штат Где Этот Лес Заповедник С Секвой Миннесоти По-моему По-моему Да Так Что Это Скорее Всего По Миннесоти Валим Тоже Прикольно Вот Здоровенные Секвои Здесь Представляете Их В новом Графончике Раз Увидеть Ай 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 Да Че Ты не едешь Та Ё Моё Ты Заднеприводная Херня Тебя Должно Прям Хорошо Закручивать Так Во Дрюкнули нас тут Прям хорошо Тупили Тупили Шалон Стоп Тебя Бесишь Тварина Так Ну вот Хоть какие-то сложности появились Сейчас будем отыгрываться Че ты там бибикаешь Цыц Приехал батя Так что все рассыпайтесь В разные стороны Я уже чемпион Стритрейсинга Ха-ха-ха А вы Черки Никто Слевстрима не канает Немерно еще Пошель вон Блин Плохо Короче Что Секвой Не растут В нашем климате Я тут Недавно Месля меня посетила Думаю Дай-ка закажу себе Семена Секвой Реально Хотел по интернету Заказать Нашел даже сайт Который продает Эти семена Там Как-то В виде шишек Тоже С шишками Секвой Вот И короче Это Ну Почитал За них Они Не выдерживают Таких Низких Температур Как у нас здесь Могут В небольшом Минусе Кратковременном Причем Там То есть Не так Что всю зиму То есть Им все равно Нужен Климат Очень теплый Зимой Там Буквально Там Несколько дней Там Минус Где-то Циклончик Налетел Они еще Выдержат Но не так Что всю зиму Хреначат Минусовая температура Поэтому Никак А было бы Прикольно Посадить на даче Секвой И через Тысячи лет Будут вспоминать Потомки Своего деда Вот это он Посадил Заказал Это Через Какой-то Интернет Тогда уже Интернета Не будет Естественно Будет Все Подумал И все У тебя Получилось Будут Говорить Что Ой Какие они Недоразвитые Были Но вот Вспоминать Будут Но нет Это все Мечты Голд Медал Это хорошо Все Сохраняемся Чемпионы Выйти из гонки Так Первый чемпионат В принципе В легкую Сделали Так Результаты гонки Результаты гонки 32 на 24 Макс в итоге На второе место Вообще Угрывался Дрюкнуло И РД Тоже Так Финальный результат А бабосики Больше нет Не будет Финальный бабосиков Так Идем дальше Гонка на время БМВ М5 Ага Так Сейчас гляну Время Так Ну время Еще позволяет Проедемся И у нас Открыта гонка На Палм Сити Ну может И ее еще Успеем проехать Если тут Все нормально Будет С первого раза Проедем Сейчас Укротите Укротите Дрюкнуло В режиме Полицейского Если вы ударите Лихача Достаточно сильно Вы можете Арестовать его С одного удара Ух ты Вон Как тут Оказывается Да Арестовать С одного удара Эту машину Видимо Вывести Из строя И он просто Не сможет Дальше ехать Wall of Shame Супер Кала Тема Ну погнали А Опять что ли На этом Здесь же Прибрежный парк Да Бэшка уже хорошо Так ревет Прикольно И громко Звенит Ага Так Из одной Пятидесяти Пяти надо выйти На золото Ну окей Ё-моё Сейчас куда-нибудь Как улетим Так Первого круга Вряд ли это получится Потому что он у нас Со стартом был С разгоном Ну вот Со второго Надо уже Наваливать Секвои Секвои Заваленные Блин Сколько пней Да Квычок Ощунственно Это как Пилить Такие деревья Вообще У кого Нахрен Рука Повернулась Что-то я Эти пни Раньше Не замечал Вообще За такой Срок Надо давать Блин Вы гляньте Что творят Браконьеры Чёртовы Теперь Шикардос Вообще Блин Ах ты Слышали Даже звук Такой Когда Проносишься мимо этих колонн прикольно нет звуки тоже классные окружающей среды таки по доскам ехать тоже прикольно вообще клёво клёво да тут вообще все начисто по выпиливали вот урода а повело повело сколько там на 56 чуть-чуть не хватило ты елки-палки так самом лесу проехаться вау куда это я там можно было прямо ехать еще что струк дорогу пересекли я еду сказочный лес ё-моё по сравнению с секвойами елки это так трава какая-то жалкая хотя знаете вот в нашей тут местной тайге сихотая линьской тоже если куда-то прям в тайгу в тайгу забрести там мощные елки и кедры и дубы такие встречаются прям что их иногда и вдвоем не обхватишь тоже так хорошо прям хотя не вдвоем это я наверно что-то приукрасил ну да по крайней мере вдвоем надо обхватывать ствол это точно да мощники короче высоченный блин наверх если забраться там аж очко сжимается просто в пуговицу так а можно если я щас сделаю время нужно да ладно еще хуже проехал что издеваешься что ли как это так вообще могло случиться там же на первом круге был старт то есть я то место ехал с разгоном медленно как я мог время так хуже показать блин надо поднажать а то щас золото то не увидим да вот такие косяки конечно нельзя их допускать а вот срезочка а я направо еду и думаю что там срезка так 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 давай 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 башечка давай давай есть да походу я и терял вот эти нужные там 3-4 секунды вот на этой срезке блин там налево надо заворачивать запомните детки так о блин еще и морду расквасил где-то может просто в первых гонках была отключена это повреждения были потому что я до такого состояния по моему ну машину мог легко и в первой гонке довести потому что я и там врезался во всю ну ладно с первого раза сделали золото хорошо ладно тогда давайте еще проедемся это у нас открытая гонка в палм-сити короче тут какие то новые тачки будут все таки это гонка состоящая из двух кругов по улицам палм-сити у вас будет большой выбор машин так что не мешкайте выбирайте машину и вперед вы должны финишировать в первой тройке чтобы завоевать медаль и продолжить ваш путь короне чемпиона мира хорошо это радует что большой выбор машин так а ну мы уже по такой трассе ездили по такой гонке где вот тут и ягуара у нас будут ага мерин да 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 так ну на ягуаре мы уже ездили да на бэхе ездили давайте мустанг выберем давайте на мустанге мы еще не катались вообще так какой ему цвет выбрать даже не знаю давайте черный прикольно смотрится черный мустанг погнали форт тс-50 если вы хотите быстро вернуться в гонку после вылета используйте клавишу восстановления чтобы вернуть машину на середину дороги не я в курсе что есть это клавиша но я что то как то не привык ей пользоваться не в том смысле что я не успеваю там что то нажать а мне как то а ну не знаю стремно мне пользоваться почему то понятно что так проще нажал r и все и все уже снова стоишь на трассе вот как было в гонке преследования да у нас там когда просто какой то нереальный брейк выдала наша что у нас там тогда было спинстер какой то а по этой трассе мы уже ездили так вот еще один мустанг а так еще тут уже прямо соперничают с нами хорошо так да вы чё три черных четыре черных таких просто гангста стайл да дайте я вас дрюкнуто вы чё охренели что ли так ну вот сложность кстати увеличилась видимо после гонки на время во-первых само время гораздо более стали быстро ставить его сложно реально было побить постреть его кругом удалось да и видимо после этого вот усложнились и соперники ну что офига они тут как то и агрессивнее стали и пошустрее прикольно кстати мустанг выглядит так ай-яй-яй-яй так со спойлерком вообще такой нормальный нормальный так харю уже разбили так два круга так у нас тут снова будет городок студенческой ага вот он сад с подопытными студентами по и блин ой блин что-то я куда-то короче не туда заехал еще что там какие-то срезки и те нам было правее поехать под прямым углом выехали все никак не могут тут залатать эту дырку в туннеле водопад пробил так вот научный студенческий городок так там тоже можно было налево поехать что вообще куда-то не туда это лютая срезка просто а а нифига си а я думал думал что то неправильно я думал так вообще туда поехали а то сейчас куда-то в обратку за рулем блин пока вроде первые а ну вот выехали ага на нужную нам дорогу так пока что первый круг чисто студенты мажоры тут по русскому острову гонки между собой устроили на папкиных машинах а чё у нас так и есть преподаватели ездят на каких-нибудь я не знаю там випсах блин тойотках короллах блин а студенты там приезжают на лексусах блин в бродосах намеренных на каких-нибудь там инспайрах блин ну или по крайней мере на прокачанных каких-нибудь японочках типа там чай зеровичей и прочего прочих марков в принципе даже если просто на марке свежим приехать иксовом который блин без всякой прокачки сам по себе уже лям стоит тоже уже нехило какой лям больше лям от него стоит да больше лям 200 где-то наверно если свеженький так тут я намотался на ягуаре вокруг пальмы аккуратней поэтому оставили тут своих знаков никчёмных вау 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 что происходит так ладно поедем еще раз срезочку только надо поаккуратней вау 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 нормально короче машины тут бьются будь здоров это я первой серии что-то не просек потому что там там я говорю или то что самые слабые гонки там они вообще были отключены повреждения да ну нахер или просто ну действительно так не бились потому что может скорости были чуть-чуть меньше хотя действительно там скорости там просто чуть-чуть меньше и я что-то подумал что нету повреждений вот при сьюти втором но нет все на месте так как бы нам вообще до финиша тогда доехать ах ах ху 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 пойдет пойдет пару колышков просто сбили кстати это нести чуть-чуть стало на поворотах из-за дыма это видать левая задняя покрышка что-то или лоб или чё почти не отразилось это никак по управляемости так-то если честно так чуть-чуть совсем но прикольно все равно бэм так хорошо ух ты что-то тс это оказывается тут не тащат да предпоследний последний ха но тем не менее мы-то задюжили так банка фс 67000 интересно ну так сохранится сейчас посмотрим очки то эти очки вот тут чтобы открыть например гонку вот эту да она еще закрыта тут наверное написано сколько надо состояние закрыто а нет не написано тут только написано сколько дадут за победу а сколько надо чтобы ее открыть тогда что-то не совсем понятно где тратить эти вот бабки не бабки быстро гонка чемпионат тут собственно карьера то вот она это и это и все в одиночной игре что ли открывать да нет тут просто выбираешь ну турнир это просто несколько трасс хрен его знает короче может просто не написано сколько нужно чтобы открыть следующий допустим но по умолчанию какая-то сумма очков все равно есть потому что машин то здесь покупать нельзя они же вот на турнирах просто открываются время в принципе уже достаточно много серия длится сколько мы три гонки проехали но среди них был один турнир все таки а там аж 4 гонки в нем проехали поэтому давайте тоже на этом завершим продолжение точнее прохождение продолжается Need for Speed все вообще круто мне нравится шикарная часть вот наверное даже зря то что я раньше всего один раз прошел вот на самом деле игруха очень прикольная достойная ну что же с вами был как всегда скудр канал ни слова об играх увидимся в следующих сериях всем пока пока удачи